Со спинками удобные и в едином стиле. Новый стандарт лавочек по согласованию с жителями может быть введен в Одинцовском округе. Всего на территории муниципалитета после проведенной ревизии оцифровали 5361 объект. Покраска и текущий ремонт тех лавочек мы должны завершить вместе с нашими МГУ, а также управляющими компаниями до 5 июля. В зоне ответственности МГУ в нормативном состоянии выявлено 743 лавочек, в зоне ответственности управляющих компаний 637. Для замены всего у нас 167 лавочек, примерно одинаковые пропорции. Замену лавочек мы должны будем произвести до 21 июля. Ликвидировать несанкционированные навалы мусора и решить проблему перенакопления контейнерных площадок должна система видеомониторинга. Камеры уже появились на фасадах зданий и опорах освещения в самых проблемных местах – по 7 адресам в округе. До 1 сентября такие комплексы появятся еще по 48 адресам. Больше всего 39 из них в Одинцове. Систему подключат через безопасный регион. На основании данной картинки будет запущена система интеллектуального контроля за самими площадками и будет создана карта, которая будет отображать состояние всех контейнерных площадок, за которыми ведется наблюдение в режиме реального времени. До 1 августа в округе планируется завершить программу по ремонту подъездов. В этом году комплексные обновления проведут в 393 подъездах. 60 объектов уже отремонтировано. Работы ведутся еще более чем в 100 подъездах. Однако есть и проблемы. Основные сложности, с которыми мы, к сожалению, столкнулись – это проблема наличия рабочей силы. К сожалению, очень большое количество из соседних стран у нас рабочих задействовано на ремонтах. В этом году их в России меньше в связи с пандемийными ограничениями. И сейчас мы столкнулись со сложностями по закупке окон и дверей, так как материалы, к сожалению, дорожают практически каждый день. Чтобы подрядчики вовремя успевали закупать нужные материалы и при необходимости увеличивать количество бригад, авансовые платежи для них могут быть увеличены. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Одинцовском округе развернута 1671 инфекционная койка. Свободно – менее 300. При этом увеличиваются и темпы вакцинации. Постоянно работают 22 прививочных кабинета по 17 адресам. В некоторые мобильные пункты приходит по 150-200 человек в день. При такой нагрузке есть определенные накладки, где-то не кладка воды, где-то не кладка волонтеров. Плюс, когда была шаркая погода, допустим, факт Голицына, там большая очередь людям было тяжело. Мы эти сигналы принимаем и своими контролерами, и от жителей, и стараемся оперативно реагировать. Из-за высокой нагрузки график работы двух пунктов вакцинации, расположенных в Одинцовских торговых центрах на Можайском шоссе 71В и улице Говорова 163, изменился. Теперь они работают и по выходным, и будние дни.